В эти дни столица Верхневолжья принимала участников 22-й Всероссийской конференции по клеточному пушному звероводству. Мероприятие организовано по инициативе Национальной ассоциации звероводов и при поддержке Министерства сельского хозяйства, Департамента животноводства и племенного дела. Главными темами для обсуждения на этот раз стали перспективы развития отрасли звероводства, а также российский опыт и практика работы в условиях международных санкций. Для представителей 13 регионов были организованы встречи, лекции, дискуссионные площадки. За несколько дней важно было обменяться опытом и успеть обсудить наиболее острые вопросы, стоящие перед отечественными звероводами. В частности, 28 июня участники конференции побывали на базе ведущего зверохозяйства в Тверской области и звероплемзавода в России «Мермерины». А в заключении работы 29 июня состоялось пленарное заседание, на которое были приглашены представители законодательной и исполнительной власти. Наша съемочная группа была приглашена на эти мероприятия. Слово передаю нашему корреспонденту. Зверохозяйство в Мермеринах по праву считается флагманом развития отрасли в России. Здесь всегда высокие показатели по производству молодняка, лучшее качество племенной продукции. Это подтверждается тем, что на ежегодных всероссийских смотрах, конкурсах, федеральных и областных выставках меха от зверохозяйства в Мермеринах занимают чемпионские места. Несмотря на непростые экономические условия, зверохозяйство уверенно идет вперед. Осваивает новые технологии, применяет научный подход в работе и, конечно, делится этим опытом с коллегами в рамках практической части конференции по клеточному пушному звероводству. Практическая часть нашей конференции – это посещение зверохозяйств. Наши тверские зверохозяйства – это самые передовые зверохозяйства в России. Мы показываем те достижения, которые каждый из нас имеет. Здесь все открыто. Мы просто бескорыстно делимся своим опытом, своими наработками. Специалисты из других регионов тянутся к новым знаниям, стараются перенять опыт у тверских лидеров. А вопросы звероводы задают абсолютно разные, обращая внимание в том числе на качество кормления и содержание зверей. Меня интересуют и ветеринарные вопросы, и зоотехнические. Звери сидят очень хорошие, чистые, крупные, здоровые. То есть, как у зоотехника, душа настолько радуется. Эта конференция дает возможность выстроить партнерские взаимоотношения, которые откроют новые возможности для бизнеса. А в условиях санкций у российского производителя есть уникальная возможность заявить о себе, как о бесспорном лидере по качеству продукции. Занять эту нишу мы пытаемся только одним – высоким качеством своей продукции. Я уже который год покупаю племяное поголовье у мермеринах. Действительно подошли ответственно, дали прекрасных зверей. О качестве меха, о международных аукционных торгах и тенденциях в торговле меховыми изделиями оживленно говорили на пленарном заседании, куда были приглашены представители законодательно-исполнительной ветви власти – тех организаций, которые должны действовать в интересах предпринимательства. То изменение логистики и взаимоотношения с бывшими партнерами, а теперь недружескими странами, сыграло значительную роль. Идет перестройка. Эта перестройка со стороны бизнеса, она поддерживается в том числе органами власти. По словам Владимира Бозова, российский зверовод оказался крепче, чем зарубежный. И в этих условиях сумел получить миллион триста голов молодняка. А в новом сезоне будет много работы и все, о чем мечтают звероводы, чтобы отрасль развивалась и имела должную поддержку от государства.